Девушки отдыхают В полетном мотопараплане адреналин для любого взрослого, что говорить о парнях. Сознаются, что подобных эмоций раньше не испытывали. Дыхание захватывает, туши закладывает, обжигающий ветер в лицо и жуткий холод наверху. Но панорама, которая открывается вокруг, стирает все страхи и хочется еще. Девушки отдыхают Больше стал общаться с людьми и более веселым стал. Думал, мы все разбежимся и все. И что ты испытал, когда узнал, что оно будет таким? Ну, очень обрадовался. Охота очень встретиться, также поговорить, поделиться со всеми. Полет на мотопараплане стал завершающим эмоциональным аккордом перед записью песни. Сегодня парни поют, а накануне весь день репетировали на уроках вокала. Эта песня для тех, кто в июне этого года сел на велик и в путь, далеку полетел. Эту песню написал участник велопробега 16-летний Руслан. И это стало полной неожиданностью для всех, в том числе для организаторов. И уже тем более сам Руслан не ожидал, что его стихи вскоре исполнят новые и теперь уже самые близкие друзья. «Сердце километра» благодаря этим парням получили такое продолжение. Я верил, что моя песня будет. Мне сразу сказали, что эта песня может быть гимном «Сердце километра». Мне это очень понравилось. Я начал всех просить, чтобы было это. Я прям восхищен, что эта песня. Они вот сейчас стоят и репетируют. Ребята сознаются, что петь совсем не умеют, но о том, что с ними произошло за неделю, велоприключений хочется рассказывать всему миру. Ведь это путешествие сделало их по-настоящему счастливыми, а кому-то даже помогло найти семью. Сашу взяли под опеку в рамках проекта, и он уже сейчас учится жить по-другому. Поэтому эта песня для него не просто слова на листке бумаги. Я не верил, что этот проект изменит мою жизнь. Мне сказали просто, что будет такой велопробег. Ну, я согласился поехать, просто подержать имидж детского дома, чтобы потом вот так все изменилось. Дело в том, что в последнюю ночь к нам пришел мальчик Руслан, который вдохновился так всем происходящим, что изложил все свои эмоции на бумаге и сказал, что написал песню. Мы подумали, что было бы здорово действительно записать этот хит. Мы подумали над песней, наложили ее на музыку, и вот, собственно, позвали ребят спустя две недели вновь увидеться для того, чтобы прорепетировать и спеть эту песню. Парни ждали этого дня две недели. Они считали секунды до новой встречи. И эти уроки вокала для них как бальзам на душу, ведь это новая возможность посмотреть друг другу в глаза и пожать руку. Эта песня будет доказывать тому, что, ну, ну, даем ей себе знать. Оно должно быть какой-нибудь помасштабнее, и чтобы так раскрыто, чтобы не только по красноярскому краю, а побольше узнало, ну, о таких людях, как мы. Песня о том, что мы ехали, преодолели, ну, и расстались. Ты счастлив? Да. Песня о том, что в коллективе, то, что о сердце в километрах, то, что мы ездим по разным городам, видим все. Для гимна выбрали мотив песни группы Бурита «Забери меня, мама». Сейчас это бесспорный хит на всех радиостанциях. И именно эта песня, как никакая другая, запала в душу парней, ведь они-то знают, о чем говорят. Правда, строчки пришлось немного подкорректировать. Кстати, сама группа поддержала ребят. Музыканты знают, что красноярские парни и девчонки из детских домов края споют на их мотив свои строки. Педагог вокала рассказывает, времени для разогрева было немного, но у ребят поет душа, а значит, что-нибудь непременно получится. Ну, мне кажется, мы сразу нашли общий язык друг с другом. Может быть, сначала было что-то смешно, что-то непривычно, но они сразу включились в процесс, и это очень радостно. После репетиции в школе искусств эти подростки дотачивают ремесло уже вот так просто, на улице, на скамейке. «От неба в другим отстывать будут только наши сердцы». Они не хотят расставаться друг с другом, а главное, очень хочется, чтобы их крик услышали 3 миллиона жителей края. Ведь уже совсем скоро эти строки прозвучат в эфире Краевого канала. «Очень хорошо, что мы даже видимся. В социальной сети даже создали беседу, и там тоже общаемся». Белопроект «Сердце километра» — это уже не просто общероссийская социальная акция, к которой подключился телеканал. Сегодня это масштабное движение, которое поддерживают звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы и просто успешные люди. Телеканал «Онисей» вместе с заинтересованными ведомствами и общественными организациями проводит такой благотворительный проект уже второй год. В июне этого года 20 ребят из детских домов края отправились колесить на велосипедах по дорогам Красноярского края, чтобы громко заявить о себе. 10 городов, 700 километров пути. Испытания не из легких. Но эти подростки выдержали все с достоинством. По-другому они не умеют. Цель проекта — пропаганда усыновления и других форм семейного устройства. И статистика сдвинулась. Вектор пошел вниз. А значит, все старания не напрасны. И результат есть. Екатерина Погорела, Ксения Кощеева, Андрей Крупнов, Алексей Овсянников. Новости. При поддержке компании «Красцветмет».